Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squad. Наверное, у вас сразу же возник вопрос, а что я выгляжу так, как будто собрался играть в каком-то трэшовом американском фильме про русскую мафию или что-то в этом роде. Ушанка, да, такое что-то теплое, несмотря на июль. На самом деле, такие предположения очень и очень далеки. Сегодня мы просто будем говорить о шведском скейтбординге, поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы. Так как разговор пойдет о бренде Sawa Solution. Тут сразу же возник вопрос, а что это не испанцы? Ну, не совсем испанцы, несмотря на то, что компания переместилась или, как сейчас модно говорить, релокировалась в Барселону, столицу европейского скейтбординга. Но корни свои она имеет в стране Швеции. Вообще, Швеция, да, ну что это такое? Тевтельки, Икея, шведские стенки, шведские семьи, блондинки. Вроде бы достаточно далекая от скейтбординга страна, и сразу представляются какие-то лыжи, может быть, сноубординг. Но, несмотря на это, скейтбординг в этой стране тоже очень силен. И именно в Швеции в 1999 году появилась компания Sweet Skateboards. Sweet, ну, как вы, наверное, знаете, в переводе с английского языка, это сладкая. И вот такая вот сладкая компания постепенно развивалась, и внутри нее начало бурлить некое противоречие. Я уже не раз затрагивал такой момент, да, что вот скейтбординг, это такая независимая, это очень антикоммерческая где-то даже культура, субкультура. И многие в штыки воспринимают, когда она начинает очень сильно коммерциализироваться. Но, как и любой бизнес, который начинает расти, сразу же люди начинают говорить про воронки продаж, эффективность, менеджмент, маркетинг и многие другие MBA-ные штучки. Вот, так произошло и со Sweet Skateboard. И как сами ребята, которые стояли у истоков Sauer Solutions, говорят, что постепенно компания начала разделяться на два лагеря. То есть, с одной стороны были те люди, которые были за бизнес, а с другой стороны были те люди, которые за катание. Вот, и поэтому те, которые были за катание, они решили немножко от команды устраниться, потому что посчитали, что все вот эти вот маркетинговые инвесторы и планы, которые пришли, это немножко не про них. В принципе, кстати, это понятно, и я думаю, знакомому каждому из вас, кто пытался заниматься каким-то таким независимым делом, и когда она становится у себя таким чуть более популярным, сразу появляются люди с деньгами, которые вроде как тебе хотят и деньгами помочь, и ты с этого сможешь заработать. Но, с другой стороны, они и говорят, но только я хочу, чтобы там было вот еще и вот там условно в центре очень большое упоминание моей тещи Клавдии Алексеевны. Многим это не нравится, ну, так понятно, уже немножко утрированная ситуация. Вполне вероятно, что там обошлось без Клавдии Алексеевны, и даже без Клаудсенов Алексеусенов, и прочих Йоханн-Грегстромпортсенов. Но ребята, которые были как раз за идею, они решили от компании уйти. И более того, так как они помнили, что их компания называлась раньше Sweet Skateboards, то есть сладкие скейтборды, они решили назвать новую компанию Sour, то есть кислый. В общем, стала такая вот кислая компания, которая тоже начала активно развиваться. Нужно сказать, что сами ребята не очень любят про себя рассказывать, и принцип независимого скейтбординга они прям понимают практически буквально. На сайте компании нет никакой информации про райдеров, про официальную историю. И все, что я вам сейчас рассказываю, во многом это благодаря одному из героев отечественного скейтбординга, Саше Австрийцу. Саша, спасибо огромное за информацию, которую ты мне предоставил. Без тебя мы бы здесь сидели и сосали бы по этому кислому, а так нет, как сладкие все рассказываем. Ну так вот, ладно, небольшое отступление, еще одно. И в общем, ребята продолжают вот в этой такой независимой и достаточно не контрпродуктивному с точки зрения классического бизнеса ситуации развивать, продавать. Ну, главным образом, понятное дело, развивать скейтбординг. Сами основатели, ребята вот скандинавы, к сожалению, не воспроизведу вам сейчас их фамилии, потому что читать с листа как-то пошло, а фамилии действительно трудные. ФДЖП, я помню, что сокращенно по первым именам, фамилиям и отчествам зовут одного из персонажей. Он рассказывал, что когда мы уходили, у нас не было вообще ничего. То есть у нас остались какие-то там небольшие запасы кет для катания, которые еще прошлые спонсоры выдали, и какое-то количество досок. Мы не знали вообще, выплыли мы или нет. Но выплыли, релокировались, приехали в Барселону, где сейчас находится главный офис этой компании, задружились с многими другими независимыми и не совсем брендами, в частности с скейт-мафией американской, и сейчас компания достаточно известная. Громко она о себе заявила, наверное, в 2015 году первый раз, когда появилось как раз видео с Авар Солюшн, которое, думаю, многие из вас видели. Вообще, друзья, интересуйтесь скейтбордингом, интересуйтесь не только тем, какой ширины доски, насколько удобные кеды, про которых я и говорю, но действительно интересной штукой будет посмотреть те вещи, которые я вам рассказываю. Понятно, какие-то фильмы для вас могут казаться совсем старыми, или нафига я это буду смотреть, когда есть ролики трэшера, или еще каких-то других интересных, не скрываю примеров в сети, но интересуйтесь видео, которое я называю. Это тоже хорошо и для общего развития, если правда для вас скейтбординг это увлечение, но впитывайте как губка информацию. И более того, если я вдруг сказал что-то не так, пишите в комментариях. Я всегда рад, когда вы меня поправляете, потому что понимаю, что народ смотрит, народ тоже знает, народ стремится к знаниям. Это мы всячески уважаем. А Сауэр Солюшн, они продолжают, они выпускают большое количество как ДЭК, которые тоже представлены у нас в магазине Сквот, так и одежда. Причем тоже, что мне нравится, несмотря на переезд в Барселону, большое количество одежды, которые ребята выпускают, оно прям пропитано этой самой Скандинавией. Теплые флиски, действительно очень теплые, очень красивые толстовки, свитера, приятные майки, футболки. И поэтому, заходя за продукцию этой компании, вы можете не только смотреть видео, не только ДЭКи брать, но и к тому же выбрать себе что-то такое интересное, как на лето, так и на зиму. Потому что лето, друзья, это не только черешня. Лето это еще и клубника. Огромное спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Егоров. Заходите на сайт Сквота, заходите в магазин Таганский Большой Сквот. Обращайте внимание на Саур, на другие бренды, которые у нас есть. И, конечно же, занимайтесь скейтбордическим катанием. Пока!